Так, друзья, тут такой принципиальный человек у нас. Расскажите, как вас зовут? Разницы никакой нет. Никакой. То есть человек находится на полосе встречного движения. Он говорит, что он по правилам передвигается, соблюдает правила движения. Якобы одностороннее движение. Но одностороннее начинается за столбом, соответственно. И он говорит, что я принципиально буду стоять, потому что ты нарушаешь правила. Где я нарушаю, непонятно. Одностороннее после столба. Он стоит здесь. Говорю, давайте сделаем лобовую. Но он как-то говорит, что я стоял, сломался, заочковал. Хотя сначала говорил, что можно бить его. Да, принципиальный человек уехал. Я только завел машину. Кто-то еще сзади начал сигналить за мной, я имею в виду. Кто-то выехал тоже со двора. Завел машину. Закончилась у меня память. Начал освобождать память, чтобы вам показать продолжение. Но человек очканул. Начал спрашивать, где смотреть видео. Короче, и уехал. Ну что-то мы еще, ну правда, культурно пообщались. Ничего там не это. Я сначала не очень, правда, культурно. Ну так, в двух словах. Он спрашивает, где смотреть. Пытался еще что-то рассказывать, что вроде как я не прав. Но я ему объяснил, что, ну, возможно, должен стоять знак со двора. Но я не ясновидящий, естественно. Я не могу знать, что там одностороннее. То есть я выезжаю по правилам. Ну, на самом деле, так построено движение в этом месте, что, грубо говоря, чтобы мне домой попасть, просто чтобы попасть домой, надо объезжать, ну, несколько кварталов просто. Ну, совсем неудобно. Ну, в принципе, ничего не нарушаю, никакой опасности нет, если люди входят в поворот не по встречке, а по тому, как написано в правилах. Не выезжая на полосу встречного движения. Потому что даже если стоят знаки односторонние, может ехать скорая, может ехать пожарная, может ехать полиция, выполняя неотложное служебное задание. И ты все равно должен поворачивать не по встречной полосе. Ну, такой эпизод, в принципе, элементарный. Там даже раз меня полиция останавливала, ну, хотели денег снять, я на Зеленой Мечте ехал. Да, на Зеленой Мечте я ехал. Они что-то выезжали справа, вот как он поворачивал налево, они справа с шоссе поворачивали тоже сюда. Я еще даже не повернул, они остановились, что-то мне пытались предъявлять. Шел человек, живущий в этом дворе, ездящий на автомобиле, говорит, тут было несколько судов. Все суды выиграны. По поводу этого поворота, имеешь ли ты со двора направо поворачивать, имеешь ли ты право поворачивать со двора направо. То есть, они только увидели, полиция наша доблестная, только увидела человека, грубо говоря, поддерживающий мою сторону. Они тут же сразу включили заднюю и свалили, в общем. Хотя пытались так достаточно что-то сразу качать, пытались достаточно настойчиво. В общем, я думаю, где-то в цивилизации стоял бы знак, наверное, только налево при выезде со двора. Возможно, не знаю, ставятся ли такие знаки, напишите в комментариях. Может, у кого-то есть похожие ситуации, похожие моменты. Так что, так что, вот такая ситуация. Люди культурно остановились, пропуская меня, потому что у нас, ну, уже по сравнению с тем, что было раньше. У меня знакомый, ну, так прилично он старше, и я помню, я помню, какие же это годы были, конец 80-х, да, конец... В общем, купил он Жигули Тройку, красного цвета, шикарная машина. И он служил в Германии до этого, водителем, наверное, даже. Ну, не знаю, откуда у него это. И мы с ним, ну, какое-то время там по Киеву ездили, и так он пешеходов пропускал. Но у нас, ну, как бы, не было так заведено, и до сих пор еще работает, ну, не на все сто. Так, вот и обещанный дождь. Обещали, что целый день будет идти. В общем, друзья, соблюдайте правила движения. Тут, видите, чуть проехали, дождя уже нету. Соблюдайте правила дорожного движения. На самом деле гибнет людей, просто на дорогах какое-то неимоверное количество. Коронавирус отдыхает реально. Хотя от него тоже много. Дороги просто, просто жесть. И ремонтируют их, хочу заметить, ну, не только, конечно, в тех местах, где они ровные. Ну, как-то достаточно много там, где они ровные. Вот их ремонтируют, там проспект Бажана перекладывали. Ну, понятно, что ли их четырить, там где на ровный асфальт положить еще раз. Он, естественно, будет более ровный и дольше стоять. Всем пока. Берегите себя.